Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни. Метеопрогноз. Облачная кухня». Здравствуйте! С информацией о прогнозе погоды на телеканале «Магия кухни» ознакомлю вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Альмира Джонзакова. А в конце нашего выпуска вы узнаете о полезных свойствах персика. Ну а сейчас прогноз погоды на воскресенье, 1 июля. На побережье Каспийского моря в городе Актау установились яркие и жаркие дни. Синоптики обещают днем плюс 35-37 градусов, в ночное время 20-24 градуса со знаком «плюс». Относительная влажность воздуха 40%. 1 июля в городе Актобе малооблачно, без осадков. Днем плюс 28-30 градусов. Ночью столбики термометров на отметке 18-20 градусов выше нуля. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба. В воскресенье в городе Атераусе. Синоптики обещают малооблачный день. Солнечные лучи прогреют воздух днем до 36-38 градусов со знаком «плюс». Ночью до 20-24 градусов выше нуля. Геомагнитное поле без возмущений. На всемирно известной космической станции в городе Байконур безоблачно и ясно, а день будет жаркий и солнечный. Показатели термометров на отметке плюс 33-35 градусов днем. Ночью 21-23 градуса выше нуля. Влажность воздуха 30%. В воскресенье жители и гостей города Балхаш ожидает небольшой дождь. Днем столбики термометров на отметке плюс 27-29 градусов. Ночью плюс 16-18 градусов. Геомагнитные показатели в норме. В городе Жасказган синоптики обещают легкую облачность. Осадки не прогнозируются. Температура воздуха прогреется до плюс 30-32 градусов днем. Ночью до 20-22 градуса выше нуля. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. 1 июля в центральном городе нашей страны Караганде ожидается осадки. Днем столбики термометров на отметке плюс 22-24 градуса. Ночью температура воздуха понизится до 12-14 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 700 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Воскресенье в городе Кокшитау переменная облачность, а в ночное время высока вероятность дождя. Днем температура воздуха прогреется до плюс 24-26 градусов. Ночью 14-16 градусов выше нуля. Относительная влажность 90%. 1 июля в северном Костанае синоптики прогнозируют осадки. Днем плюс 22-24 градуса. В ночное время плюс 12-14 градусов. Северо-западный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. Относительная влажность 85%. В Южной Казаларде продолжается череда жарких малооблачных дней. Солнечные лучи прогреют воздух днем до 33-35 градусов выше нуля. Ночью плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Воскресенье в городе Павлодар. Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки. Температура воздуха днем прогреется до плюс 24-26 градусов. Ночью до плюс 14-16 градусов. Относительная влажность 90%. В северном Петропавловске ожидаются дождь и гроза. Столбики термометров днем на отметке плюс 21-23 градуса. Ночью 11-13 градусов, также со знаком плюс. Относительная влажность воздуха 90%. В восточном регионе страны, городе Семей, установились пасмурные дни, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Ночью 15-17 градусов выше нуля. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В воскресенье на юге страны, в городе Шенкент, ясная, жаркая погода. Днем прямые солнечные лучи согреют воздух до плюс 30-32 градусов. Ночью до плюс 19-21 градуса. Геомагнитное поле в пределах нормы. 1 июля в самом крупном мегаполисе нашей страны, в городе Алматы, облачно. Ожидается дождь. Солнечные лучи прогреют воздух днем до плюс 25-27 градусов. Ночью плюс 14-16 градусов. Относительная влажность воздуха 70%. Геомагнитное поле без возмущений. В воскресенье в самой молодой столице мира и главном городе нашей страны, Астане, ожидается облачность возможной осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов. Ночью 14-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%. В любую погоду, в летние дни, заботясь о себе и своем здоровье. Добавляйте в свой ежедневный рацион полезные для организма фрукты и ягоды. Например, сочный персик. Персик содержит клетчатку и пищевые волокна. Витамины и минеральный комплекс персика богаты разнообразием. Плоды содержат бета-каротин, витамины группы В, С, Е, К и ПП, а также калий, магний, цинк, селен, медь и пектины. В персике присутствуют такие органические кислоты, как винная, яблочная и лимонная. Персик полезен при нарушениях сердечного ритма и гипертонической болезни. Снижает уровень холестерина в крови, повышает защитные силы в организме. Благодаря наличию витаминов персики служат хорошим профилактическим средством от инфекционных и простудных заболеваний. Наслаждайтесь дарами лета и готовьте по лучшим рецептам, о которых вы всегда можете узнать на телеканале «Магия кухни». Прогноз погоды на 1 июля провела для вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Альмира Джанзакова. Будьте здоровы! Казахстанская медиа-академия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия – стань медийной личностью! Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» «Метеопрогноз» «Облачная кухня» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова